В Бельцах открыт современный зал для профессиональных занятий настольным теннисом. Он располагается в здании гимназии номер 2. По словам Олега Шарика, заслуженного тренера Республики Молдова, помещение соответствует европейским стандартам и нормам. В распоряжении спортсменов просторный зал со специальным напольным покрытием – террафлекс. Новые теннисные столы, душевые, а также учебный класс, в котором ребята могут получать теоретические знания. В этом зале можно проводить соревнования не только республиканского, но и международного уровня. Помощь в реконструкции теннисного центра и его оборудовании оказал мэр Бельц Рената Усатый, выделивший на эти цели 200 тысяч леев. Посильную помощь в реконструкции зала оказали и экономические агенты. Сегодня очень большое событие для настольного тенниса города Бельц, для всех любителей тенниса, для всех детей, для всех родителей. И настал тот момент, когда у отделения настольного тенниса появился свой зал. Какие были условия, какие сейчас. То есть это небо и земля. Но, повторюсь, это, конечно, заслуга нашего премаря, который думает о спорте, думает о детях и развивает это направление. Мы, конечно, будем проводить здесь не только республиканские соревнования, но и международные, и восточно-европейскую лигу. Мы проводили в прошлом году ее 5 стран, 6 стран было участников в ДСО Молдова зал. Но сейчас у нас уже есть наш зал, будем проводить его здесь. То есть различные соревнования хорошего международного уровня. То есть наш зал соответствует этим уровням. То есть здесь, видите, специальное покрытие, которое именно для настольного тенниса. В Молдавии такого покрытия нету, мы первые. Столы, на которых проводятся чемпионаты мира и Европы. Раздевалки, душевые. То есть все необходимо у детей для того, чтобы заниматься этим видом спорта и показывать результаты на республиканских международных соревнованиях. Сегодня у нас радостный год. Впервые за 30 лет открывается муниципальный, спортивный, специализированный зал тенниса. В тех условиях, что вы раньше занимались, уже было неприемлемо. Когда Шарик Олег обратился к нашему примару, и примар увидел, в каких условиях занимаетесь вы, дети, там на баме, в полу разрушенном помещении, он дал распоряжение Шарику, чтобы он срочно искал зал. Шарик нашел зал, привел его сюда. Здесь было разрухано, вы, наверное, все это знаете и помните. Ренат из своих личных средств достал 200 тысяч лей, дал Шарику и стал вперед начать действовать. Сегодня мы видим, как за 6 месяцев упорного труда, спасибо вам, родители, спасибо отделу образования, всеми усилиями мы сделали это. Я бы хотел обратиться в больную службу, тем более руководителям, которые раньше руководили городом, чтобы они пришли и поучились, как за 6 месяцев делаются ремонты. Ну, а вас я поздравляю, вам красивых, достойных побед. Ну, что было в своих странах? Я очень рассчитываю, что в этом зале будет подготовлено еще немало и количеств спортсменов, о которых мы с гордостью будем говорить, что они представляют город, медицинские республики Молдова на международных соревнованиях. Мы уже имеем таких людей, которые сегодня даже представляют нашу страну, прежде всего, это Наталина Украинца, которая отличилась в прошлом году на международных соревнованиях в Хорватии. Об этом поговорили, пресса очень от этого это все освещала. Мы имеем спортсмена, Денина Дубровина, который модный лет выступает за сборную Молдовы, который тоже играет за бизетные карточки в Бельцах. Ну и, конечно, не нужно забывать, что, в общем-то, наш город переурочен в том числе и к имени Таскова Владимира, которого, ну, я думаю, что большинство знает, помнит очень много лет, которые выступали вместе на республиканских раздвиг и в честивидных соревнованиях. Он был фанат настольного тенниса, он в среднем проявления, я бы сказал, что он был на лицо в Лейтинге настольного тенниса в республике. Я его помню, конечно, со студенческими дисками, он мог 24 часа играть на настольный теннис, где бы он, наверное, не находился. Благодаря в том числе и ему появились вот такие достойные спортсмены, как Девин Бринза, Дима Демид, Олег Шай, ну, Веня Дутровин, конечно, то есть они смотрели на него и понимали, что его уже творится в шанс. В субботу, 14 января, по случаю открытия центра, здесь стартовал республиканский турнир по настольному теннису памяти мастера спорта СССР Владимира Даскала. В этот день здесь собрались десятки лучших теннисистов со всей Молдовы. Гости из Калараша рассказали, что такого зала в Молдове они еще не видели. Кроме игры в комфортном помещении, участников турнира ждал еще один сюрприз. Подарки победителям от Рената Усатова. Чемпион турнирской категории стала Михаил Виктория, город Мельсин. Пром 했 собой у него подарки и предупрежденной школьной. И чемпионом в отраслой патрибории в 2004 годе влаще стала Гензон Анатолина. Вот это! АПЛОДИСМЕНТЫ Все эти девушки представляют нашу чудо-глубовую международную кипотетическую сознание. Пожелание удачи и будущего!